добрый день расскажите пожалуйста в цифрах о своем исследовании год начала сколько человек в древе примерно какой год самого старого документа сейчас на данный момент ну во-первых спасибо большое что вы задаете мне вопросы про мою семью и и про мое хобби которым я занимаюсь но если ближе к вопросу то это выглядит так родословный начал заниматься мой дедушка марков анатолий агеич начал он заниматься смотря что называть заниматься его всегда интересовал вопрос кто кому кем доводится и кто-то такой выяснять о людях о которых он в меньшей степени знает где-то наверное в 50-е годы то есть достаточно давно прямо скажем совсем давно ему было ну условно говоря 40 жили они тогда влюблено это уже была москва ну то есть примерно в эти годы люблино перестал быть подмосковье стал москвой и это люблино поскольку это был частный дом и достаточно большое пространство а у дедушки еще день рождения 2 мая было не это было так сказать центром притяжения всей родни и туда все съезжались все его братья сестры двоюрные троюрные то есть там достаточно большое было количество родней поговорить было с кем не могу точно сказать вот мои и папа и моя тетка которые живы слава богу до сих пор но они являются вот детьми того самого моего дедушки они расходятся в своих показаниях когда он начал это записывать он не строил древо ну в том виде в котором в котором мы привыкли у него было несколько тетрадок куда он это все записывал там допустим там иван иванович и все про иван иванович на когда он начал записывать сказать сложно тетя говорит что он начал записывать только тогда когда он вышел на пенсию а это уже но 70-е года моему папе досталось это все вот в таких тетрадных вариантах хотя было много писем от дедушки оставшихся он вел какую-то переписку с родной и задавал видимо какие то ну не видимо точно задавал вопросы ну кто-то на них отвечал кто-то нет во всяком случае когда я спрашиваю почему есть какие-то пробелы да вот ну папа сейчас спрашиваю он мне все время говорит что ну ты же понимаешь жизнь была своеобразная и не все скажем так хотели отвечать на эти вопросы документы какие-то были или именно вот им тетради воспоминания но документы о рождении дореволюционные были документов было мало если не сказать в крайне малое количество но было много фотографий ну то есть и они собственно говоря мною потом это я сейчас расскажу они были найдены мною папа мой подхватил это дело даже дедушка умер папа подхватил это дело и занимался этим еще работая на работе это соответственно где-то начиная 70-х годов то есть он взял эти тетради и переработал их в саму древо ну кубики-квадратики стрелочки и занимался он этим и занимается по всю пору но просто он уже совсем пожилой человек ему уже 79 и в общем он меньше как бы сейчас этим занимается тем тем более что я это подхватила подхватила реально имеется ввиду интересовался этим всегда а и папа много что рассказывал не только мне естественно подхватила я это дело в году наверное 12 сначала просто я сидела в интернете в связи с тем что мой прадед как мысь как я себе это представляю как это представлял до этого мой дед и папа центральной фигурой нашего рода да даже не может быть и не нашего рода а вот именно вот этого поколения которое мы знаем был мой прадед агея геич марков очень известная московская личность очень известная поэтому искать в интернете что-то про него было достаточно легко он много человек где числился много где значился но не то что много много но тем не менее как бы найти это было возможно а еще связи с тем что жил он родился не жил а родился он рядом с удомлей там была такая деревня акулова это домельская область скажем так ну там от города до этой деревни три километра это тверская область бывшие вышневолодский район поскольку этот удомельский край он очень известный им очень много кто занимается в связи с тем что там это такая вотчина чехова и левитана помимо чехова левитана там масса художников масса писателей поэтому это удобно ли там разобрана просто вот ну на составные части вдоль и поперек всеми кому не лень искать там достаточно легко вайджи когда какая-то глухая деревня про которую никто толком чу не знает и надо там прям так искать что надо туда ехать и там разбираться то есть я достаточно долго занималась это этим просто сидя в компьютере и очень много чего нашла в компьютере это распечатывала привозила папе он был очень вдохновлен этим он читал про всех этих художников которые в общем к нам-то особо но тем не менее а в связи с тем что вот этот вот марков агея геич мой прадед так получилось скупал достаточно большое количество там земель и и как раз хотела вас перебить просить рассказать про агея геича но по крайней мере вот то что вам удалось найти то есть самое первое что мне интересно я думаю слушателям тоже будет интересно это кто первый собственно его нашел узнал или там четко определил его даты жизни во вторых каких-то больше подробностей то что уже заинтриговали агея геич по сути был отцом для анатолия геича для моего деда поэтому сказать что там что такое было уж больно неизвестно конечно белые пятна есть всегда но безусловно но тем не менее мы про агея геича знали я к началу своих изысканий да а уж тем более мой дедушка папа мы знали очень много чего но так вот я говорю центральной фигурой был вот этот вот агея геич который родился и достаточно часто появлялся в деревне акулова и я пыталась когда я уже начала этим заниматься пыталась найти кого-то там из краеведов которые занимаются там в дом ли и почему-то у меня я не да я даже не знаю как это могло так получится при моем усердии я не сразу на них вышла я все искал просто какой телефон чтобы позвонить сказать здравствуйте вот это я а вы кто совершенно случайно значит я нашла телефон хранителя чудиных леонид иванович по моему хранителем школьный музей значит есть там такая деревня островно и там сохранился сохранилась школа в том виде в котором она была до революционно тому здесь сделали из этой школы и телефон этого хранителя при этом поскольку я работала на в днх я понимаю что хранитель это может быть кто угодно это может быть одновременно и экскурсовод который этим занимается да и просто сторож то есть я звонила вот на деревне дедушки ему позвонила милая совершенно дедуля который поднял трубку он оказался сторожем но таким неравнодушным поэтому я ему все это как-то очень коротко сказала что вот хочу кого-нибудь найти курировал на тот период этот музей очень известный тверской краевед ну вот он живет в удомли и был даже какое-то количество времени тому назад мэром этой удомли такое подушков или подушков дмитрий леонидович этот вот хранитель мне сказал что я передам ваш телефон не волнуйтесь я про этого он не назвал фамилию этого подушкова димы дмитрий леонидовича естественно в эти все про него посмотрела все нашла и тут же нашла все сайты тут у меня прям глаза открылись то есть я всех нашла все увидела почему до этого не получалось не знаю короче говоря и этот дима мне позвонил прям под новый год в двенадцатом году в общем счастье моего не было предела вот он сказал что прекрасно замечательно я так счастлив что я вас нашел что мы все про вашего значит агеги и чину не все но кое-что знаем а вы наверное знаете еще больше поэтому вот вы приезжайте расскажите там ну все понятно он очень неравнодушный товарищ он издает свою газету там у нее такая газета есть голос удомли в фейсбуке есть то есть он там печатается широко и очень много ведет краеведческой работы его там знают все летом соответственно уже 13 мы туда собрались такую экспедицию на три дня в домлю сказали гостиницу причем тут вот как раз появляется в моем рассказе моя дочь полина у меня двое детей вот младшая полина она была в этот момент как бы со мной надо ее с ее подружкой там еще в общем короче говоря я вместе с этими двумя девицами мы поехали в эту домлю это достаточно далеко то есть был такой в общем процесс нас встретил этот дима как потом оказалось остальные краеведы страшно на меня обиделись почему не к ним но это уже был потом а вот потому что но естественно любая информация это всегда для них интересно но люди этим живут дима нас провез по всем этим чеховско-левитановским местам ну то есть он нам сделал такой полноценный весь обзор всего этого удомельского края ну и собственно говоря потом начались привязки уже к на следующий день уже начались привязки к геи геичу марка и мы поехали в эту деревню акулова доехали до этой деревни акулова ну деревне деревня одна улица упирается все это в озеро удомлю улице это мы доехали до конца этой улицы постояли около этого озера покурили дима говорит ну сколько можно стоять собственно говоря уже пошли я говорю это это что он сказал ночью прям пойдем и будем у всех спрашивать вот марков траляля хорошо а я приехала со своими вот этими вот свитками все как положено с кучей ручек бумажек ровно до этого мода им первые кого мы встретили были две женщины на этой улице вот в этом деревне в этой деревне акулова пожилые были так по 70 одна стояла красила забор вторая стояла рядом женщины были ну такого явно дачного плана не местного а вот дачного мы подошли к ним и дима начал свою в общем вот свои вопросы здравствуйте а вы не подскажете вот мы тут марковых ищем может быть вы кому-нибудь знаете в общем женщина который красил забор и оказалась марков прямо сразу вот ровно до этого момента моих девочек с которыми я поехала туда это интересовало конечно но от большой любви ко мне видимо да но как то так очень виртуально скажем так а когда они лицом к лицу столкнулись с этим ответом что вот маркова это я все они забросали все свои гаджеты и в общем короче говоря не как-то так реально в не начали вникать но в общем мы обнимались целовались значит фотографировались все как положено причем значит галина санна это вот та самая маркова который нос потом то мы снижем и неоднократно разговаривали но это было сначала мы стояли разговаривали первые минут наверное 40 она так и стоял с этой банкой в руках мы были совершенно обалдевшие естественно вот от такого вот она живет в москве благополучно она просто туда приезжает вот акулово на дачу вот так получилось оказалось что в этой деревне акулово очень много осталось всяких ну родни там какой-то то есть это акулова не было покинуто марковыми окончательно там она нас взяла за руку и повела еще так сказать к одному человеку такой шепелев владимир иванович пожилой тоже уже совсем был он к сожалению уже умер он неохотно с нами беседовал но именно он сказал главную вещь которая потом послужила толчком для достаточно серьезной части моего исследования оказалось что во-первых родовая деревня не акулова соседние мосты во-вторых для нас именно на тот момент именно марков агея геич был ну скажем так первым человеком который вышел в люди но будем это так называть он приехал в москву мальчиком служил просто мальчиком в ресторане на курском вокзале там но это длинная это тоже интересный момент потому что кто-то говорит что 57 кто-то говорит что 61 1800 ну в общем это шестидесятый год условно говоря да и дом его а улова конечно его родители его родители сохранился видимо не его родители а видимо его он здорово перестроен здорово перестроен но он есть и он не принадлежит галине нет он не принадлежит никому из марков вот в общем так вот вышло но мы его вычислили этот дом так вот этот вот шепелев владимир иванович сказал что вообще-то первым выходцем люди был совсем не агей агеевич а его папа андрей агей андреевич марков потому что он уже к тому ну будучи уже взрослым видимо человеком или ну то есть когда уже родились дети он уже был управляющим у какого-то там помещика сейчас уже сложно я не нашла историю у какого помещика не могу сейчас ничего сказать но я так думаю что для крепостных они были крепостными поскольку это ну раньше чем шестидесятый год ну крепостное право отменили да я так думаю для для крестьянина крепостного крестьянина стать управляющим помещика в общем это 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 такой серьезный сдвиг и поэтому вот этот вот агей андреевич про которого я потом уже много много чего узнала интересного он пытался своих детей всех вытащить вот как-то в любому много что удалось на этом вот пути я к чему эта история переместилась еще больше в глубь от моего прадеда к моему прапрадед было ли увлечение генеалогии вашей общей семейной традиции есть у вас братья и сестры да и не занятым дядя и тетя которым тоже могло быть это интересно или это все-таки такая вещь которая связывала деда отца и вас троих да поняла вопрос это интересовало всегда всех вот у моего этого гео геичи прадеда моего маркова гео геичи у него было две семьи мы не очень красиво про это называем не очень красивый термин скажем так но тем не менее у нас принят в семье поэтому я буду говорить так как это принято нас это называется первый помет и второй помет значит мы от второго помета был соответственно 1 и от первого брака на тот момент когда я начала этим заниматься единственная так сказать веточка которая там оставалась такая серебрякова светлана санна она уже очень пожилой человек и она сейчас слава богу еще жива она очень много интересовалась родословной у нее даже какие-то почеркушки оставались это же кусочек древа то есть ну в общем и и это интересовало но это было вот первая семья первый помет все те кто был во втором помете там было шесть детей первого брака было шесть детей и от второго брака шесть детей вот про тех кто был от второго брака но мы их всех знаем естественно и общаемся достаточно плотно там в общем ну кто в большей кто в меньшей степени но это интересовало всех во всяком случае перед тем как поехать первый раз в домлю, к Душкову Дмитрию Леонидовичу. Я собрала всю эту ГОК-компанию. Ну, не всю, но достаточно много. Народу собрала. Поехали в Ферсановку, там, где живет одна из моих теток, будем так говорить. Мы там все собрались, это тоже частный дом. Я сказала, что, значит, вам, товарищи, деваться некуда, я включаю диктофон. И, пожалуйста, вот четыре часа сплошного текста. Вот мы будем разговаривать, я все буду записывать. Ну, какие-то сначала были мои наводящие, естественно, вопросы. Но они там так разошлись, что остановить было достаточно сложно. Поскольку вот это вот тетя Катя, ну, буду я ее так называть, она была дочерью дочери Агея-Агеевича. Там было пять братьев, один из которых мой дедушка, и одна сестра. То их мама, жена Агея-Агеевича, Сан-Васильевна, она жила достаточно много со своей дочерью. Ну, так получилось. И поэтому фотографии, документы, вещи в основном осели там. И вокруг этого было много разговоров и показов, и, в общем, мы то, что я много чего фотографировала, естественно. Короче, в Удомлю к Дмитрию Леонидовичу Подушкову я приехала уже наполненная всем, чем только можно. Более того, ну, у них же у всех есть дети, это мои ровесники, мои троюрные всякие братья и сестры. Поскольку у меня у самой фотографий было мало. Вот фотографии были как-то у них у всех. И я всех заставила, в общем, все это сканировать, все это мне пересылать, все это подписывать. Надо отдать должное, мне не отказал никто. Спасибо им вот прям большое. После того, как вот мы съездили первый раз в Удомлю, мне значительно проще стало общаться. Ну, не то, что проще, а, скажем так, мы много начали общаться с Полиной по этому поводу, с моей дочерью. Но Полину больше интересует, и это не только Полину, я понимаю, что это может интересовать наших детей, те, которые родились в двухтысячных. Например, мою Полину и многих из ее, допустим, подружек, их интересуют рассказы. Не вот эта вот какая-то грандиозная вот эта вот эпическая картина, да, которую мы тут рисуем, а конкретные какие-то рассказы. И я вот езжу по своим тетушкам разным и встречаюсь с кем могу до сих пор встречаться. То есть я в меньшей степени занимаюсь пока архивными вещами, потому что пока есть что записывать. Я вчера разговаривала с сыном, сыном 25, это немножко другое поколение, потому что Полинке 18. Старший мой сын, он такой, в общем, абсолютно рабочий элемент, он много очень работает, у него два есть состояния, он либо спит, либо работает. Его, допустим, могли бы заинтересовать и заинтересовываю. Как правило, более практические вещи, например, связанные с наследствами, с деньгами. То есть вот тут он готов ездить где угодно, встречаться с кем угодно, требовать ответа от Лубянок, от юр-коллеги и от прочих всяких разных, где вот, ну, в хорошем смысле слова, естественно. Поэтому то, что мои дети этим интересуют, абсолютно с разных точек зрения, меня это очень радует. А потом, ну, мне же тоже хочется это кому-то рассказать. Безусловно, это интересует там моего папу, да, моих теток всяких разных. Они очень хорошо к этому относятся. Когда я им звоню и что-то там рассказываю, они в свою очередь там что-то вспоминают. К сожалению, очень тяжело бывает. Они такие все фольклорные элементы, поэтому отсоединить вот уже какие-то выдумки от реальной жизни достаточно сложно. С помощью Дмитрия Леонидовича меня нашел еще один из троюрных моих братьев. Он сейчас живет в Ленинграде. Это вот как раз первый помет. То есть он точно так же сидел в интернете и искал, нашел этого Подушкова. Тоже ему туда же, значит, позвонил. А Подушков сказал, мне ваши Марковы уже. Вот вам телефон, звоните. Он мне позвонил, этот Володя, значит. Я как раз была, кстати, у родителей тоже что-то там разбирались на эту тему. Мне позвонил, значит, этот Володя. Он сохранил фамилию Марков. В общем, дело закончилось тем, что если бы мы жили в одном городе, мы бы сидели друг у другу на кухне с утра до вечера, естественно. Очень интересная личность. На следующее лето мы запланировали уже поездку в эту домлю вместе. Он из Ленинграда, а я, соответственно, из Москвы. Опять же, с Полиной мы все поехали, мы все перезнакомились. Потом я ездила к нему в Ленинград. На сегодняшний день у нас уже столько материала и столько вообще всяких записей и у него, и у меня, что я бы хотела, и это совместное наше желание с Володей, в общем, это все издать в каком-то виде, каком угодно. Потому что вот пока мы знаем, мы знаем, после нас это будет еще сложнее как-то восстанавливать все. Если вообще кто-то захочет вот так фундаментально этим заниматься, может и не захотят. Поэтому Володя очень хорошо пишет, он издает собственные книги по истории Ленинграда, по, ну, в общем, он такая очень известная там тоже личность. Пишет он, в отличие от меня, гениально. Ну, в общем, он тоже человек живой, у него тоже своя семья, куча проблем. Каждый раз я ему звоню, я говорю, Володя, он мне говорит, Ира, я тебе клянусь, вот прям вот на следующей неделе начну. Но пока как-то вот у него не двигается. Он знал из того, что знала я, чрезвычайно мало. Он знал свою веточку очень хорошо и очень глубоко. Но вот его веточка – это одна из 12 ветр. Помимо всего прочего, он не знал бабушек, не имеется в виду. Он знал вот свою вот веточку, да. Про Агеогейча он знал значительно меньше, естественно, чем я. Ну и тем более ни фотографии, ничего. При общении детей, родственные связи, они, конечно, не выдерживают периода больше, чем 50, 60, 70, 100 лет. Они, вот, конечно, уже начинают потихонечку слабеть, и семьи большие распадаются. Но вам удается сохранять вот эту структуру семейную, крепкую? И что же вы, собственно, говорите своим детям? Как вы вообще ощущаете их вовлеченность в это? Она сильная, слабеет? Она слабеет. Она, конечно, слабеет. И связи эти все слабеют. Безусловно. Противиться этому, с одной стороны, просто сложно, а с другой стороны, может быть, и не нужно, потому что почему-то это веление времени. Почему-то так происходит. Может быть, мы сейчас не знаем точного ответа, почему. Ну, когда-нибудь через то кто-нибудь из наших потомков узнают, почему это так было. Но, тем не менее, в общем, связи, конечно, они, конечно, слабеют. Это, во-первых. Во-вторых, ритм, конечно, другой ритм. Ну, просто другой ритм жизни. И вот так, чтобы ездить, сидеть вечерами, это уже, конечно, нет. Да, кто-то с кем-то общается, но это просто вот кто-то с кем-то. Но, в основном, это мои, конечно. На сегодняшний день это мои рассказы. Когда я своим детям вот это вот рассказываю, я все время говорю, что вот эти люди, которые вот здесь, все ваши преды, они были обычными обывателями. И обыватель – это самое главное на этой земле. Безусловно, есть гении, есть правители, есть генералы. Разные люди есть. И среди них тоже есть, так сказать, звезды. Да? Но вот эти были обывателями, крепкими обывателями. И вот на них строится жизнь. И из этих обывателей строится страна наша. И на них она стоит. Поэтому стремиться надо быть ровно к этому. Ну, и хотеть этого, и мечтать именно об этом. Потому что это самое главное. То есть, как ты родился, как женился, как воспитал своего ребенка, как ты лечишь своих родителей, заботишься. Это самое главное. На мой взгляд, именно этому вот в данной конкретной ситуации учит моя родословная. И я очень рада, если это кому-то в голову влезет. Спасибо большое. Очень интересный разговор. Очень была рада. Спасибо большое.